вот я связала для вас образец чтобы вы могли увидеть как выглядит лицевая гладь изнаночная естественно с обратной стороны но на достаточно большом кусочки такая вязка иногда еще называются чулочные я хочу обратить ваше внимание на то что такое полотно связанное чулочной вязкой имеет свойство скручиваться как по бокам видите так и внизу то есть если я вот эти сейчас расправлю то она будет скручиваться в этом направлении поэтому начинают всегда вязать изделия другими способами которые держат хорошо форму и один из них это резинка поэтому начинать мы с вами нашу шапочку будем со способа резинки я вам его покажу он образуется уже из уже знакомых вам приемов лицевых и изнаночных петель сейчас на этом образце я покажу вам как вяжется резинка резинки образуются путем чередования лицевых и изнаночных петель чередовать их можно в любой комбинации 1 изнаночная 1 лицевая 2 лицевых 1 изнаночная 2 на 2 3 на 3 в общем совершенно в любых комбинациях какие вам понравится я сейчас вам буду показывать резинку 1 на 1 итак первую петельку мы как всегда снимаем и начинаем вязать вяжем лицевую петлю перебрасываем нитку вяжем изнаночную лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная надеюсь что вы уже хорошо потренировались и у вас эти приемы получаются достаточно уверенно не стремитесь сразу вязать быстро скорость приходит с опытом и последняя как я вам говорила всегда изнаночная переворачиваем на другую сторону и здесь мы будем вязать все петли по рисунку это выражение по рисунку вы будете часто встречать если увлечетесь вязанием и будете вязать по журналам и и она означает что каждую петлю вы провязываете так как вы ее видите вот вы видите сейчас у нас вот косичка это лицевая петля мы ее лицевой провязываем дальше у нас идет изнаночная петля имели провязываем изнаночной и соответственно дальше пойдет чередование 1 на 1 потому что с той стороны мы тоже вязали на один изнаночные петли с той стороны стали здесь лицевыми и наоборот поэтому естественно мы их провязываем также чередуя одну лицевую и одну изнаночную только здесь у нас получается с вами зеркальное отражение того что мы делали с другой стороны последняя изнаночная переворачиваем нашу работу и видите уже немножко начала формироваться картина но для того чтобы хорошо было видно надо провязать еще несколько рядов опять все вяжем по рисунку лицевая петля провязываю лицевой соответственно изнаночной изнаночной смотрите внимательно из всех лицевых надо вывязывать лицевые петли из всех изнаночных изнаночные заканчиваем ряд всегда изнаночной петелькой вот так выглядит резинка но уже даже на этом небольшом кусочке видно я не буду дальше продолжать потому что здесь уже нечего показывать все время выполняется одно и то же резинка это вязка называется потому что она имеет свойство немножко сжиматься если растянуть это просто сейчас она у меня на спице фиксирована если снять со спицы то она вот так вот немножко сожмется и она в отличие от чулочной вязки очень хорошо держит форму не скручивается ни в каких направлениях не в боковом не вертикальном поэтому как правило чаще всего работа начинают все свободный край оформляют именно вот таким способом резинка данном случае как я уже сказала у нас резинка один на один и ваше домашнее задание потренироваться связать резинку вы можете попробовать связать резинку 2 на 2 3 на 3 и в любых других комбинациях